В этот день, 25 августа 1942 года, с аэродрома в Ливнах вылетело 9 бомбардировщиков П-2 и 6 истребителей Як-1. Их целью была станция Касторная. На тот момент ее заняли немцы. Нашим пилотам удалось уничтожить 30 самолетов противника, но дорогой ценой. Если соединить вот эти две точки, Ливна и Касторная, мы находимся ровно посередине. И в это время группа немецких самолетов, озлобленных вот этим ущербом, которым причинили наши летчики, они налетели и сбили последовательно из 9 самолетов 8 бомбардировщиков и 2 истребителя, которые пытались им помешать. Пролить свет на судьбу летчиков позволили рассказы местных жителей. Их собрал Александр Колесов. Особенно помогли воспоминания бабушки Кати, которые он слышал в детстве. Она же похоронила одного из пилотов. Всего в экипаже их было трое. Неподалеку от места падения самолета. Памятный знак стоит и сейчас. Правда, могила пуста. Возможно, делали перезахоронение. А местные ребятишки еще долго наведывались на это поле в поисках военных трофеев. Бегали сюда, шлем нашли. А ребятишки бегали зачем? На рогатке резина. А резина с колес. Красная резина. Она хорошо тянулась. Но кто взрослый, те наколоши. Несмотря на то, что в памяти людей бережно хранилась эта история, найти реальное место падения самолета оказалось непросто. Мы потратили целый день, прежде чем найти этот самолет. Потому что то, что нам рассказывали, это должно быть в 400 метрах вот там. И мы потратили целый день, вот это все поле обошли и ничего не нашли. И потом уже когда... В общем, в последний момент удалось найти какой-то кусочек алюминия вот на этом месте. Когда мы шли к машине, вот просто уже отчаявшись. Множество мелких фрагментов обшивки самолета. Останки как минимум одного пилота. И есть надежда узнать его имя. По номеру двигателей. А у бомбардировщика их было два. Мы нашли остатки их двигателей. Коленчатые валы. На шатунах которых выбиты номера этих двигателей. Эти номер один 295. А другой номер 256. И мы знаем, что согласно двух первых цифр, они изготовлены в первом квартале 1942 года. И сам самолет, видимо, изготовлен в начале 1942 года. Эта история пока не закончена. Где-то поблизости лежат еще семь бомбардировщиков и два истребителя. По трем самолетам у поисковиков уже есть примерные ориентиры. Из этих 24 летчиков, которые летели на сбитых восьми бомбардировщиков, мы знаем, что трое попали в немецкий плен. При этом двое из них вернулись. А один, видимо, в плену погиб. Вот на сегодня пока такая информация. Но мы намерены установить судьбу каждого из них. Предложим все силы. Ангелина Рязанцева, Антон Латышев. События дня.